Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сейчас изготовим окуневый стример. Но он не только для окуня, он годится практически по любому хищнику, который обитает в нашем регионе. Щука в том числе. Но условие, как мы уже рассматривали, должно быть из тех прядей, тесьмы, которую мы с вами распускали. Я подгрузил крючок. Крючок я использовал подходящий, такой шестой номер. Очень удобно извлекать из окуня. И в то же время величиной крючка я как раз сразу регулирую. Мелкий окунь у нас фильтруется. Нить беру белую. То же, что распускал из других ниток. Доводим до загиба. И нам с вами необходимо, так же, допустим, как на базовых моделях лососевых, изготовить почти все элементы, которые присущи лососевой мушке. Я беру вот такой золотистый люрекс. Крепим его здесь у загиба. И аккуратненько стараемся виток к витку закрепить его до буквально начала загиба. Приблизительно вот столько нам будет достаточно. И так же аккуратненько стараемся виток к витку не делать горбылей. Промотать хотя бы миллиметров 5-6. Ну, ориентировочно давайте так я опущу нить до начала нашего жала. Слегка уводим нить вперед, чтобы нам не мешало. Как всегда, я промажу немножко клеем. Вы можете использовать лак. Любой элемент, это уже как вы захотите. Закрепляющий. Выравниваем в натяжечку наш люрекс. Делаем, аккуратно следим, чтобы не зацепиться за жало. В натяжку делаем один полный оборот у основания. И теперь внахлёст. Также следим за тем, чтобы не порвать наш люрекс. Выполняем обмоточку до того места, которое мы обозначили ниткой. Дошли к месту крепления люрекса. Возвращаем нашу нить обратно. Удерживаем люрекс. И здесь его крепим. Пару-тройку оборотов будет вполне достаточно. Остатки удаляем. В качестве хвостика желательно использовать или мех. Или вот как я в полном смысле этого слова. Куриное перо, которое, считайте, что почти из подушки. Длина хвостика должна равняться приблизительно длине тела. Подровняли. Промотаем. Обозначим место крепления. И теперь здесь подхватываем наш хвостик. Стараемся не нарушить его естественный загиб. Вот так будет достаточно. Самое главное. Давайте теперь на глаз обозначимся до свинца. И промотаем парочку оборотов. И потом только лишь удаляем остатки. Это не даст возможности нашему хвостику уйти куда-нибудь влево или вправо. И теперь окончательно хорошо закрепим. Вот получается такая ситуация, которую обычно разные вязальщики стараются чем-либо это прибрать. У нас есть ступенька. Если бы, допустим, мы использовали свинец, не огружали, как в моем варианте, можно было бы продолжать вязать мушку дальше. Но учитывая то, что я изготавливаю этот стример конкретно для спиннинга или же для двуручного удилища, нам понадобится перышко павлина. Если его нет, можно заменить любым другим даббингом, который металлизированный. И аккуратненько стараемся соблюдать естественный наклон наших бородок. Проматываем до начала нашего свинца. Этим мы украсим хорошо нашу мушку и в то же время вскроем перепад в нашем свинце. Вплоть до того, что даже немножко желательно зайти на свинец. Вот так будет достаточно. Закрепили, остатки удаляем. Здесь нам необходимо с вами закрепить элементы, те, которыми мы будем сегментировать тело. У меня остались вот остатки такого люрекса. Можно использовать плоский, можно использовать проволоку, можно использовать леску. Это уже не столь принципиально. Аккуратненько за кончик, стараясь не делать горблей, так как мы по-любому будем подравнивать еще наше тело, закрепим наш люрекс. Закрепили, оставили. И здесь я беру из тех же прядей, которые мы с вами распускали, беру вот другого цвета, отобрал парочку прядей для изготовления нашего тела. Закрепим здесь. И аккуратно. Подхватили, подровняли. Теперь нам необходимо с вами вымереть, как мы будем изготавливать тело. Я, допустим, хочу вот своей вот такой прядью, которую мы распускали из тесьмы, изготовить приблизительно половину из того, что у меня есть на свинце. Немножко мы должны зайти за изготовление тела, за свинец. Поэтому я беру половину свинца, мы должны с вами промотать моей прядью. Остальную часть мы промотаем другим даббингом. И будем изготавливать горлышко и крыло. Давайте теперь ниткой подровняем тело и до половины свинца изготовим из нашей ниточки. И вот, друзья мои, мы с вами изготовили тело такого морковно-оранжевого цвета. Я закрепил буквально четыре перышка павлина. Если нет, также, повторяю вам, можно использовать любой, начиная от вот такого или же вот достаточно хорошо себя такой даббинг зарекомендовал. Зеленого, коричневого, любого цвета, который будет отличаться от нашего основного. Слегка промазав клеем, я беру, скрутил предварительно все наши бородочки. Начинаю виток к витку проводить обмотку по оставшейся части тела. Формируем переднюю часть нашего тела. Просегментировали нашим люрексом тело. Выберите для себя произвольное количество оборотов. Это уже не столь существенное. Теперь нам необходимо с вами изготовить горлышко и крыло. Вот у меня имеется по остаткам вот такое перо. Я обычно беру отщипываю бородки, но учитывая то, что у нас здесь крыло будет из меха, мы с вами изготовим немножечко по-другому. Закрепим наше перо. Уводим нить и выполним уводим наши бородки слегка увлажнив пальцы. Выполним буквально один полный оборот. Перо закрепили, остатки удаляем. вот мы с вами закрепили вот так перышко, я поменял нить и нам необходимо сейчас изготовить крыло. Для крыла я буду использовать мех песца, но скажу вам сразу, вот в таком варианте и без крыла мушка готова уже к работе. я беру совсем немножечко, буквально щепоточку, меньше, скажу вам так даже, ампулки по размерам белого меха. Вот такой пучочек. Убираю все вот, которые у меня, вот такие остевые грубые волоски и убираю под шерсток сразу. Длина крыла должна у нас быть приблизительно до конца нашего хвостика. Опять уберем, подровняем, посмотрим еще раз. Вот приблизительно так меня будет вполне устраивать. Слегка отрезаю на косую мех, как всегда беру торец, промазываю клеем, меха. И здесь скажу вам сразу, вы не стесняйтесь, ставьте в удобное для себя положение крючок, так, чтобы нить у вас никуда не сползала. Для начала переводим ее там, где будет крепиться наше крыло, к перу. И подхватываем одной буквально притяжной петлей. Приблизительно столько мне будет вполне достаточно. И теперь уже окончательно, буквально, совсем-совсем немножко сильно не усердствуем, так как мы с вами будем крепить мех. Я беру, вот у меня имеется вот такой мех песца, желательно подбирать для крыла, чтобы был достаточно мягенький мех, так как от его подвижности зависит результативность наших поклевок. жёсткий мех сюда не годится. Подбираем тоже совсем-совсем небольшой пучочек меха, отрезаем, подравниваем наши кончики все, убираем подшерсток и вымеряем длину крыла. по количеству меха верхнее крыло должно быть такое же, но немножечко длиннее нашего белого. Вот приблизительно так. И также промажем клеем, подхватим. Вот, друзья мои, и всё. Буквально я нанёс капельку лака, ещё, конечно, головку надо будет не один раз вскрывать лаком. Вот такая пушка, которая основана на базовой модели лососевой, готова для поимки наших хищников. Если исполнять, как я уже говорил, номер 16, с успехом ловится краснопёрка и плотва. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...